здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала друзья сегодняшнее видео мне захотелось делать в формате но такого своеобразного отчета весной были видео у меня на канале о том как я обрезаю гортензию как я пересаживаю молоденький куст гортензии ванилла фрайс о том вышел выходило видео зимой о том как я розы из коробок сажаю в горшки для передержки зимой для того чтобы весной потом высадить в грунт вот мне хотелось бы показать как говорится отчитаться перед вами как сейчас выглядят все эти растения вообще живы ли они цветут ли наросла ли масс ну вот мне захотелось показать вам как сейчас выглядят эти растения давайте посмотрим и начну я свой своеобразный отчет с показа вот этого куста замечательной гортензии друзья весной было видео об обрезке этого кустика задача передо мной стояла чтобы соцветия были крупные пусть и будет меньше но они будут крупные и и я так считаю что мне это удалось друзья посмотрите вот вот моя рука и какое огромное соцветие какая большая шапка да их не так много но они просто замечательные огромные соцветия поэтому я очень рада что я обрезала именно таким образом свою гортензию и она меня радует такими большими пышными шапками конечно они не все такие по размеру но основная масса все-таки огромных соцветий смотрите какая прелесть ну просто красоточка кому интересно о том как я обрезала этот куст который впоследствии дал такие большие бутоны такие большие шапки я оставлю в описании к этому видео можете перейти посмотреть там все подробно рассказано но вот еще раз можно взглянуть как выглядит сейчас этот куст метельчатой гортензии о том какой сорт я не знаю я уже в прошлом видео говорила когда обрезала потому что это был пересорт но всегда были у него не очень крупные соцветия примерно вот такого размера у меня но много а вот в этом году я решила ее по-другому обрезать и собственно говоря очень довольна такими вот огромными прекрасными шапками цветет этот кустик друзья мои о посадке этого небольшого кустика гортензии ванилла фрайс тоже на моем канале есть видео о о том как я его посадила сначала неправильно потом я его сажал по всем правилам как положено и посмотрите это совсем совсем молодой но это первогодка можно сказать и смотрите какие шо какая шапка какие шапки это просто прелесть да у него всего четыре ветки у этого куста но на каждой ветке вот по такому замечательному соцветию я очень рада то есть я знаю что этому кустику комфортно в тех условиях которые ему создали тот грунт который посадили значит он себя чувствует замечательно для первого года цветения шапки довольно большие повторяю это кустик очень маленький вообще ванилла фрайс вырастает ну где-то может до двух метров в некоторых источниках пишут поэтому это пока еще совсем маленький маленький малыш такой замечательный ну вот дорогие мои продолжаем обход растений которые были посажены вместе с вами это роза спрейка мы ее сажали весной есть видео об этом на канале это розочка у меня пережила передержку я покупал ее в коробке потом зимой и высаживала такой вот горшочек из но обрезал бутылки все это показывала и вот сейчас она выглядит вот так вот это первый год посадки вот немного бутончиков она уже цветет название сейчас не вспомню найду я конечно напишу по моему выглядит замечательно и для первого года роста неплохо не забываем о том что у нас просто аномальная жара стояла в течение двух месяцев там 35-40 ниже не опускал сейчас чуть-чуть похолодало и мы хоть вдохнули спокойно для растений конечно тоже стресс ну вот чувствуется неплохо довольно таки друзья вот еще одна розочка весенней посадки к сожалению не успела я заснять когда она была во всей красе цветы уже успели здорово подгореть на солнце очень быстро цветает сейчас при такой жаре но тоже хочу сказать что куст на роз вот здесь выдал еще один будет бутончик то есть все хорошо значит мы сажали правильно и надеюсь что потом последствий хорошо перезимует будет радовать меня долгие годы название напишу если найду дорогие мои перехожу в свой розарий который находится у меня ну во входной в как в парадной зоне пока весь обзор не буду показывать друзья потому что ну в общем ведутся здесь работ переделки все этой входной зоны но так как было просто страшная жара 40 градусов в общем то здесь находиться было просто но невыносимо поэтому очень долго я все делаю в общем 30 градусов жары было в 9 часов вечера когда выходишь от тебя уже начинают кусать комары хочу показать вам свои розы в этом году розы конечно очень скромно цветут меня но все-таки цветут весной я думала я их просто не реанимирую настолько плохо не перезимовали вот видите я сделала отсыпку в своем розарии полностью сейчас гораздо меньше сорняков никакие там отдельные места я не оставляла для там первоцветов и так далее которые потом зарастают просто травой все убрала пустое место розочка у меня погибла как только началась сильная жара на сразу мне погибло потом нас был сильный ливень в общем после зимы еле выжила но потом все-таки она у меня погибла весной буду что-то подсаживать вот это хочу показать друзья роза из моего ролика о крупно цветковых розах о розах большими бутонами это называется big purple или big purple но в этом году конечно гораздо меньше бутоны да они крупные но не такие такими мелкими как сейчас они в принципе никогда мне не были ну это аномальная зима и аномально жаркое лето дают о себе знать но роза прекрасная одна из моих самых любимых героиня ролика о розах с крупными бутонами вот здесь набирает цвет тоже замечательная розочка red intuition в этом году очень маленький у нее бутончики не знаю с чем это связано скорее всего тоже все связывают жарой вот этот кустик только не очень удачное время конечно для съемок это закончилась первая волна началась вторая волна цветения но бутон еще не совсем распустились но все-таки я решила снять потому что ведь неравномерно этот уже цветет тот только начинает куст вести вот этот куст вообще друзья должен быть с меня ростом примерно посмотрите насколько он низкий в этом году насколько он все-таки пострадал после зимы вот это тоже замечательная розочка розового цвета но еще пока нет бутонов а с этой розы вообще замечательная история связана я ее выкопала думала что она у меня погибла а потом случайно обнаружил одну маленькую маленькую почку я его назад закопала посмотрите какая прелесть по моему это сорт дабл дилайт не знаю посмотрю если что напишу в общем чуть не избавился от этой красоты случайно вовремя обнаружила что роза живая очень долго не просыпалась после зимы ну и наконец дорогие мои хочу похвастаться приобретением своим это роза gloria day а первая посадка посадил ее даже в начале июня покупала куст закрытой корневой системой и вот он не уже цветет этот конечно уже отцвел бутончик вот это тоже уже цветает полностью раскрылся это тоже героиня ролика о розах с большими крупными соцветиями gloria day конечно первое цветение но не такой красивый я просто оставил бутоны для того чтобы посмотреть не пересорт ли и как она все-таки выглядит на мой взгляд замечательно для первого года посадки для первого года цветения ну вот мои хорошие я показала вам те растения которые я сажала который мы сажали вместе с вами которую я обрезала ну и теперь мы можем посмотреть как они выглядят у нас летом до новых встреч на канале мой солнечный сад